Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, Шалам-Алейхам! Мы вместе с вами продолжаем изучать книгу «Деяния апостолов». У нас пришел черед 19 главы и ее первой части. Во втором стихе 19 главы мы находим с вами вот какие слова. «И спросил у них, приняли ли вы Духа Святого, когда уверовали? Нет, — отвечали те, — мы даже никогда не слышали, что есть нечто такое, как Святой Дух». Итак, Шауль вместе со своими учениками приходит в Эфес. В Эфесе он находит людей, которые являются последователями Йоханана-Крестителя. Мы с вами уже говорили в предыдущих уроках, что есть разница между той проповедью, которую проповедовал Йоханан, по сути, готовя приход Машеха, проповедью, которая звучала из уст самого Ешоа до его смерти и воскресения, и проповедью, которая стала звучать из уст апостолов, после того, как Дух Святой сошел на землю. Разумеется, будучи учениками или последователями Йоханана-погружающего, они не знали о Ешоа, о том, что он пришел и что он сделал. Поэтому, получив наставление в вере от Шауля, они приняли погружение во имя Ешоа, и после того, как Шауль возложил на них руки, на них сошел Дух Святой, и произошло нечто подобное тому, что произошло на праздник Шавуот в Иерусалиме. И, разумеется, обычно здесь возникает дискуссия по вопросу, существует ли связь между возложением рук и сошествием Духа Святого. Но поскольку эта связь иногда есть, а иногда ее нет, то мы должны понимать, что эта связь необязательна. Более того, как я люблю повторять, Господь действует многообразно, то есть проявления Его многообразны и не обязаны повторяться. В восьмом стихе мы наблюдаем такие слова. Шауль вошел в синагогу и в течение трех месяцев смело говорил, вступая в беседу с людьми, пытаясь убедить их о Царстве Божьем. Вот такой восьмой стих. Интересно, что проповедуя Евангелие, Шауль акцентирует свое внимание не только на смерти и воскресение Иешуа, и той жертве, которую он для нас принес, но и говорит о Царстве Божьем. То есть, по сути, продолжает ту проповедь, которую проповедовал сам Иешуа, будучи здесь на земле. По мере того, как сопротивление Евангелия набирало силу, Шауль оказался в положении, когда это сопротивление уже начало мешать проповеди. И тогда он принимает стратегическое решение, а именно перемещается в местную Иешиву, которая принадлежит некоему тирану. Разумеется, в греческом языке здесь стоит не слово Иешива, здесь стоит слово Схоле, что означает зал изучений. И наравне как с изучением Торы, это может быть местом для изучения чего угодно. Однако мы должны учитывать, что нередко в раввинистической литературе переводимый на греческий язык это слово используется именно по отношению к Иешивам. Или, быть может, к бета-мидраж, что, по сути, тоже является местом для изучения Торы. Таким образом, мы, во-первых, можем сделать вывод, что Шауль не оставил еврейский образ жизни, он продолжает ходить в синагогу. Однако синагога является не единственным местом духовной жизни евреев. Таким же местом является и Иешива, или бета-мидраж. Конечно, часто обращают внимание на то, что хозяин этого места, тиран, это не еврейское имя. Однако мы с вами уже говорили, изучая эту книгу, что нередко для евреев, которые жили в Россеяне, в Галуте, тот факт, что они брали себе греческие имена. Вместе с тем, безусловно, мы видим с вами, как он ведет еврейский образ жизни. Он посещает синагогу. Да и не всякий грек, наверное, согласился, чтобы у него дома был бета-мидраж или Иешива. Кстати, вполне может быть, что он, в принципе, был и раввином в этой Иешиве, поскольку сталкивались на практике с тем, что у раввинов тоже могли быть греческие имена. В 13 стихе мы находим с вами вот какие слова. Тогда некоторые из транствовавших еврейских экзорцистов попытались воспользоваться именем Господа Иешуа при изгнании из людей злых духов. Они стали говорить, «Изгоняю вас тем Иешуа, которого проповедует Шауль». Итак, 13 стих рассказывает нам о том, что были некоторые еврейские экзорцисты или заклинатели. Греческое слово «экзорцистес» встречается в этом тексте единственный раз в Новом Завете. Что же это были такие за люди? Интересно, что Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности» рассказывает о том, что якобы Мелехшлема, царь Соломон, оставил на земле некоторые артефакты или заклинания, которые можно было использовать для подобных целей. К слову сказать, что подобные практики описаны в Талмуде. Разумеется, возникает вопрос, а возможно ли в принципе с помощью каких-то магических манипуляций или бесовских средств совершать нечто подобное? Надо заметить, что большинство сегодняшних колдунов и экзорцистов это безусловно шарлатаны, но процентов может быть на 98. Но вместе с тем у нас, как у людей верующих, есть универсальное средство, которое называется Дух Святой, ибо Он полноценный Бог, и Он действительно может давать нам власть для подобных изгнаний. Однако необходимо учитывать, что человек, с которым совершается подобная работа, безусловно нуждается в том, чтобы Дух Святой пришел в его сердце, иначе с ним может произойти нечто гораздо более худшее, чем было у него до этого. Итак, эти люди, видя, что проповедь Шаоле сопровождается силой, подобно тому, к слову сказать, как Шимон Волх видел это на проповеди Петра, захотели совершить подобное дело. Однако, будучи людьми неверующими, они очень плохо понимали, как это работает. Они попытались именем Господа Ешоа воспользоваться как заклинанием. Еще раз, действительно верующие в Ешоа при определенных обстоятельствах могут иметь такую власть, дабы изгнать Духа. Но для того, чтобы ее иметь, нужно быть слугой Бога. Только слуга Божий может от него иметь власть на подобные изгнания. Интересно, что даже в Талмуде мы находим информацию о том, что подобная практика существовала среди учеников Ешоа. Но в данном случае речь идет о том, что люди, которые это пытались сделать, не были учениками. И по сути случилось то, что Дух над ними одержал вверх. Однако и эта ситуация Господом была обращена во благо. Ибо мы с вами читаем, что очень многие люди раскаялись и обратились к Господу. В 19 стихе мы находим такие слова. Итак, довольно много людей, занимавшихся колдовством, собрали все свои свитки и при всем народе сожгли их. Они посчитали стоимость свитков и оказалось, что она составляла 50 тысяч драг. Я хочу напомнить, что когда мы говорим о вере, мы не подразумеваем веру в нечто сверхъестественное. Мы подразумеваем послушание Богу. Именно то послушание, которое ведет нас к подчинению Ему и оставлению греха. Обычно первым шагом в таком послушании является публичное исповедание греха и обращение к Господу. Но это только начало духовного пути. Здесь же мы с вами наблюдаем картину, как люди совершают большее. Они приносят книги, причем Писание дает нам цифру 50 тысяч драг, что примерно соответствует сегодняшним 2 миллионам долларов. Мы должны понимать, что свитки, так же как сегодня свитки Торы, стоили очень дорого. А Ефес был одним из главных центров оккультных религий. Поэтому подобных книг там было превеликое множество. Но эти люди совершают действия, которые показывают искренность их намерений. Сжигая эти книги, они указывают на то, что не хотят возвращаться к прежней жизни ни при каких обстоятельствах. Это очень хороший урок для нас. Ибо в нашей борьбе с грехом мы должны демонстрировать пред Господом наше нежелание возвращаться к прежней жизни, возвращаться ко греху. Вот этого я и хочу вам сегодня пожелать. Да благословит вас всех Господь. Бащам ешо машех. Амэн. Бащам ешо.